Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео это очередной урок к Хэллоуину. Сегодня мы с вами будем делать что-то типа маски. Сегодня у меня образ такого гламурного оборотня, если можно так сказать. В теории вы можете как-то по-другому обыграть этот образ, но основной... То есть вы можете черным там закрасить себе все-все-все окружающее. Но я сегодня делала образ именно такой глэм собаки. Вот она какая собака сутулая. В общем, сегодня мы с вами будем делать что-то типа маски. Мы будем делать это из латексной пасты. И да, сегодня у нас в видео будет участвовать гипсовое лицо, но на самом деле вам оно не нужно, не обязательно точнее нужно, чтобы это все сделать. Вы можете использовать абсолютно любую пластиковую какую-то маску, такие знаете, которые для там праздников каких-то, потому что здесь не какие-то суперсложные формы, которые требуют идеальной посадки. Вот я, кстати, вот разговариваю, в этой маске, в этой штуке можно есть, ну как бы аккуратно, да, вот, и можно пить через трубочку совершенно спокойно. Чайку, конечно, тут особо не получится попить. В целом, ребята, да, вот такой у меня собакин достаточно злой сегодня получился. Я надеюсь, вам это понравится, вам это будет интересно. Ну и давайте скорее переходить уже к просмотру, собственно, этого туториала. Итак, я беру свое гипсовое лицо, на самом деле оно вам не обязательно нужно, можно взять любую пластиковую маску, просто нам нужно понять, где у нас с вами находятся глаза, где у нас с вами находится нос. И я начинаю из фольги формировать верхнюю часть морды этой волчьей. На самом деле очень удобно работать с фольгой, потому что она не застывает, никуда не отваливается, и в принципе ей можно придать абсолютно любую форму. И я наслаиваю, наслаиваю постепенно, это все фольгу друг к другу прикрепляю, но все равно она может развалиться, поэтому дальше я буду склеивать свою вот эту маску бумажным скотчем. Формирую, и очень важно оставлять здесь дырочку для носа, грубо говоря, то есть чтобы у вас крепилось таким образом, чтобы вы спокойно смогли дышать. Так, нос я дальше тоже буду формировать, по ширине тоже проверяю, периодически я подзываю свою собаку и просто проверяю, как там у него это все выглядит. На самом деле очень важно иметь референс под рукой, грубо говоря, на что вы будете смотреть, как это все лепить, но основная форма будет из латекса формироваться. Я склеиваю это все немножечко бумажным скотчем, чтобы оно не разваливалось, и также можно к лицу или к маске приклеить, потому что когда мы будем носить латекс, будет проще. Вот я позвала собаку, проверяю, как морда выглядит спереди, рассматриваю его нос, как он тоже выглядит, говорю ему спасибо, угощаю и отправляю. Дальше я сглаживаю края и начинаю формировать сейчас нижнюю челюсть, сначала по длине ее формирую, приделываю подбородок к ней и пытаюсь сделать что-то плюс-минус похожее реально на челюсти. Тоже скрепляю это все бумажным скотчем. Дальше я беру пластик для моделирования, он продается в Леонардо, и я его закидываю в чашку с горячей водой, он становится прозрачным, и из него можно лепить все что угодно, и он быстро застывает. Из него я начинаю лепить и вырезать зубы. Я формирую из него два клыка для верхней, для нижней челюсти, между этими клыками на верхней челюсти у собак 4 зубика, на нижней получается 6 маленьких клыков, но я решила и там, и там сделать 4 зубика. Выкладываю сразу челюсти, чтобы я понимала, как, что, куда прикреплять, и потом делаю просто нарезку хаотичных, примерно одинаковых по размеру зубиков. Пластик этот застывает, реально очень удобная штучка. Здесь у меня не записался небольшой кусочек, как я наносила латексную пасту и как я формировала этот нос. На самом деле все очень просто, просто шлепаете пасту, намазываете и формируете кисточкой. Я кисточку просто купила в художественном магазине, обмакиваю ее в жидкий латекс и начинаю придавать форму этой морде. Также вылепливаю губу, грубо говоря, а десны уже получаются, когда вы вставляете зубы. Дальше прорабатываю таким же образом нижнюю челюсть. Зачем макать кисточку в латекс? Да затем, что латекс это достаточно сложно, это латексная паста. Латексная паста это просто латекс, смешанный с мукой, и это достаточно, ну такая средняя сложность текстура для работы, просто он прилипает ко всему латекс, это очень лепкая штука, поэтому я кисточку обмакиваю в жидкий латекс, только таким образом получается, ну плюс-минус, сглаживать его, потому что иначе это все будет задираться, будет прилипать. И вставляю дальше зубы в нижнюю тоже челюсть. Я сначала вставляю зубы, а потом кисточкой сформирую тоже больше похоже что-то на десны и на губу вокруг всего этого. И я также боковые поверхности, верх нижней челюсти друг с другом склею. Вот сейчас как раз я формирую нижнюю губу, делая тык-тык возле челюстей. На самом деле самое простое, что можно сделать, это взять какой-то референс, какую-то фотку, и смотреть, как оно там на самом деле у животного выглядит. Все это старательно пытаюсь сгладить, но текстура все равно будет, потому что это мука, и она все-таки комочками ложится. Прошли сутки примерно, маска засохла. Я также немного латекса нанесла на обратную часть для того, чтобы не фольгу все-таки клеить к лицу. Дальше я беру спиртовые краски от Криолан и специальный активатор. Эти краски просто они хорошо красят и держатся на пластике. Можно просто косметикой покрасить, но поскольку я их давно покупала, то я их использую. Они достаточно дорогие, стоят 6 тысяч рублей. По-моему, когда я их покупала, плюс активатор, поэтому не думаю, что это особо надо. И начинаю прокрашивать таким горчичным гнилым цветом корни зубов, типа у нас зубной камень у нашего собакина. Немножко стягиваю на зубы этот желтый цвет. Чем приколен этот активатор, то, что можно просто размачивать эти краски, они ложатся очень полупрозрачно, в отличие от косметики. Но, например, всю морду прокрашивать с ума сойдешь, всеми этими красками. Поэтому я дальше буду работать с кремовым гримом. Десны я начинаю прокрашивать тоже разными оттенками красного. Сначала заполняю одним цветом и потом добавляю какие-то тени. В основном по корням зубов делаю внутренние десны, которые внутри рта, более темными. Ну и, в общем, все это раскрашиваю. Опять же, можно просто ориентироваться на какой-то референс, который есть у вас под рукой, которым можно просто найти картинку в интернете. Прокрашиваю нос. Видите, как полупрозрачно ложатся эти краски? Латекс получается такого желтоватого оттенка с какими-то непонятными вкраплениями. Поэтому я нос прокрашиваю, но на самом деле я потом все равно его буду матовыми помадами либо кремовым гримом закрашивать. И черным я также дополнительно прохожусь по каким-то частям, типа корней и зубов. И я начинаю кремовым гримом закрашивать внутренние неба. Я думала, правда, что это черный цвет, он оказался синий. И по морде я тоже чуть-чуть прохожусь, но потом другим кремовым гримом докрашу это все. И матовыми помадами тоже все в серый-черно-белый такой цвет перекрашу. Вот такая морда у нас получилась, в принципе. И дальше я начинаю формировать брови. Я просто изначально думала, что я сделала только нижнюю часть. Тоже просто делаю форму из фольги, раскладываю это по бровям. Я хочу сделать эффект таких насупленных бровей. Поэтому здесь, конечно, хорошо, что у меня есть хоть какое-то лицо. Опять же, повторюсь, можно делать просто на какой-то пластиковой маске карнавальной. И я приклеиваю эту форму к самому лицу, либо же к маске. Просто иначе они могут начать туда-сюда ездить. И здесь маленькие эти кусочки фольги. Кстати, когда я сделала накладки для бровей, если в маске в нижней части у меня осталась, да, эта фольга, то здесь я просто достала эту фольгу и все. У меня осталась только чисто латексная накладка. И я также разравниваю обязательно края, которые возле носика, на внутренний сторонник глаз, просто чтобы не так сильно это все дело торчало. И проверяю, как оно у меня все с нижней частью работает, чтобы, знаете, глаза там не скрыть, и чтобы ничего такого не было. Прямо вот так вот кисточкой все это более плоско раскладываю. Дальше я беру латекс, наливаю его в мисочку, добавляю муку. И начинаю все это замешивать. На самом деле здесь консистенции не всегда угадаешь. Важно, чтобы это не было слишком жидко, потому что если будет слишком жидко, будет течь. А текстура и так не самая простая для работы. Я вот пробую, смотрю, что течет, и просто добавляю еще немножечко муки, чтобы оно было погуще. Но если будет слишком густо, то тоже будет сложно работать. Распределяю по бровям нашу с вами латексную пасту. Дальше наливаю латекс, беру кисточку, которая, кстати, умрет дальше, естественно, из этого латекса, потому что это чисто такой, как клей. И начинаю сглаживать границы и выстраивать ту форму, которая мне нужна. Делаю достаточно мягкий переход от кожи, но все равно латексные накладки, их потом желательно границу тоже латексом прорабатывать. И начинаю все это разглаживать. Если есть излишки латексной пасты, то их тоже можно как бы сковырнуть, грубо говоря, этой кисточкой. Это процесс, который занимает некоторое время. Ну, я минут 40, наверное, делала вот эту накладку с бровями. Все это разглаживаю и делаю форму, ну, чтобы это было все-таки как-то похоже на бровь. Опять же, смотрю на различные картинки животных, как у них выглядят брови. И я решила сделать такую более строгую форму, поэтому добавляю вот такие палочки две, которые формируют нахмуренные брови. И сглаживаю все это тоже кисточкой с латексом. Ну что, давайте переходить к нанесению, собственно, нашего грима. Итак, у нас здесь вот такая вот морда и вот такие брови. Так, убираем волосы, неважно свои или парик. Отклеиваю ресницы. Не обязательно быть, на самом деле, без какого-либо макияжа, потому что я даже предпочитаю на макияж клеить латекс, потому что он, кожа, очень сильно присыхает. Для начала я вставлю линзы. Это Yellow Cat от Adria. Здесь есть некоторые нюансы с этими линзами. Этот зрачок может, знаете, поворачивать свою горизонталь, поэтому нужно следить за тем, как они сидят. Сначала я наношу вазелин на свои брови. Я тут потыкала себе этим аквагримом уже. Наливаю латекс в мисочку. Так, сейчас посмотрю. Я не буду наносить латекс прям на сами брови. А вот вокруг нанесу. Нанесу прям на саму накладку на центр. В целом вот эта накладка в центре, мне вообще на нее без разницы, потому что она практически полностью вот этой мордой перекроется у меня. Дальше настает тоже время аквагрима, которым я лоб прокрашиваю. Я им прокрашиваю лоб. Блин, мне главное сеющую парик не убить. Ну, пусть будет как-то так. Дальше я хочу посмотреть, как у меня маска наденется, и то, что будет видно внутри, получается, нужно будет закрасить черным. На самом деле, делая этот макияж поверх уже имеющегося макияжа, потому что таким образом, даже если мы будем какие-то стойкие продукты использовать, на самом деле ничего никуда не въестся особо. Потому что, несмотря на то, что грим все-таки аквагрим, у него все равно есть тенденция у некоторых ярких цветов уедаться. Я себе наметила черные смоки. Делаем черные смоки, делаем девочки. Просто я не вижу смысла. Знаете, можно и все лицо черным закрасить, но, честно сказать, я не вижу какого-то большого в этом смысла. Дальше я набираю черные матовые тени и пройдусь ими по губам, по области рта, чтобы оно, знаете, особо не отсвечивало. И латекс я буду наносить, я думаю, сразу на маску. Здесь нужно прямо подольше подождать, чтобы оно точно прилипло, потому что маска сама по себе тяжелая. Так, маску я все пока придерживаю. Я здесь дополнительно немножко оформляю от эту часть, где у меня брови в лоб переходят. И капельку я прохожусь. Это вот такая кисточка, типа трезубец. Чуть-чуть по бровям. Но они так совсем белые получаются, поэтому я потом кисти, которые наносила черный аквагрим, их успокаиваю. Успокаиваю. А вокруг глаз, вот здесь вот дополнительно на маску наношу черный цвет и растушевываю его, оттягиваю как бы на маску. Если где-то мне хочется дополнительно высветлить, то я снова вот этой кисточкой, которая у меня прошлась, прохожусь, но потом обязательно успокаиваю кисточкой с черного аквагрима. Маска, конечно, капец тяжелая. Вокруг носа тоже прохожусь, делая тушевку цветом. Ну и как бы кистью смазываю ее потом. Прорабатываю, чтобы дополнительно углубить эту форму. И вот здесь у меня, конечно, есть скульптура, но брови такие, типа, нахмуренные. И я черной краской, краской, но это аквагрим все усиливаю. На самом деле здесь нанесение не такое сложное, как процесс изготовления. Мне кажется, фактически это получается маска у нас с вами. Ее сделать совсем реально не сложно. И, повторюсь, вам не обязательно нужен слепок лица. Вы можете на любой маске, там из Леонардо или какой-то любой абсолютно маске, я себе это все сделаю. Так оно садится лучше, но на самом деле здесь не такая форма, которая должна прям идеально сидеть. Еще нюанс, видите, у меня челюсть немножко уехала направо, потому что я сформировала основные объемы из очень большого количества латексной пасты. И поэтому за ночь, когда она все застывала, стоя так вот наверх, оно немножечко начало крениться. И из-за этого, видите, зубы куда-то поехали. Ну, такой у нас парадонтоз тут на максималках. Можно делать вот так. Чтобы этого не происходило, нужно формировать максимальное количество, максимальную форму именно из фольги или из другого материала, который будет внутри. В общем-то, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока! Пока-пока-пока!